Девочки, всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Хочу начать его с рекомендаций для вас, если у вас тоже есть такие же проблемы, как у нас. То есть, ребенок отказывается чистить зубы. Смотрите, есть вот такой канал, КТТВ называется. Николь, сейчас, малыш, сейчас я девочкам расскажу, и я тебе включу. Вот, три кота. Вот, в общем, вот такой вот канал КТТВ. И тут разные песенки, да, есть. И вот эта песенка, которая называется «Зубки, развивающая детская песня», вот мы с ней прям включаем на фон и чистим зубки вместе с ней. Там прям разные животные подходят и перед зеркалом чистят зубки. Вот Викуше очень понравилось, и она начала, глядя на них, тоже чистить зубы. Может, кому-то из вас поможет. Вот это, кстати, тоже классный мультик. Тоже там волосы, ножки надо мыть, ручки. Мальчик моется, да? И раз начали про мультики, Вика еще любит вот эти вот, подбирать силуэты. Точно, не то. Сравним силуэты машинку. Похожи, Викуше? Нет. Немного похожи. Нет. Но не совсем. Нет. Мальчик. 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 Конечно, да. Конечно, да. Конечно, да. Ура. Ну что, девчонки, пришло время рассказать вам о зубной щетке Хапика, которую мне пару недель назад прислали на обзор. В общем, сложилось у меня о ней уже какое-то мнение, поэтому решила сейчас видео для вас заснять, пока у меня все такое свежее в памяти, да? Вот. Я все это время ей активно пользовалась, и какое-то мнение у меня о ней сложилось, и сейчас я этим мнением поделюсь с вами. Но, думаю, нужно начать с небольшой информации об этой щетке и рассказать, что вообще она из себя представляет. Итак, все мы знаем, что щетки у нас делятся на два вида. На механические ручные, да, которые все мы с вами знаем, и на электрические. К ним как раз относится вот эта зубная щетка Хапика. Это электрическая ионная звуковая щетка. Сейчас объясню, что это значит. Звуковая щетка – это щетка, которая при включении производит вибрирующие движения, и тем самым очищает, счищает налет зубов. То есть она не производит вращающиеся движения, как электрические щетки, например, такие как Oral-B, Philips и многие другие, которые всем нам известны, да. Она именно издает вибрацию. А ионная значит, что из этой щетки выделяются негативно заряженные ионы, которые связываются с молекулами налета и оттягивают его от поверхности зуба. Откуда у щетки вырабатываются эти волшебные ионы? Мне было интересно, и я тоже узнала этот ответ на сайте. Оказывается, щетинки сделаны из природной керамики, которая как раз эти ионы вырабатывает, я так поняла. Есть даже, кстати, клинические исследования, которые говорят о том, что на щетинках в щетке Хапика накапливается гораздо меньше бактерий, чем на других синтетических щетинках, других щеток, да. За счет как раз вот этой щетины из природной керамики, так как она имеет антибактериальный эффект. Как-то так это работает. Честно, я сама этого не знала, пока не почитала всю эту информацию у них на сайте. Там очень много, на самом деле, ценной и полезной информации. Почитайте, если будет интересно. Если задумаетесь о покупке этой щетки, думаю, вам будет тоже интересно. Производитель утверждает, что можно пользоваться этой зубной щеткой без использования пасты. Я, конечно, так не делала, потому что я привыкла чистить зубы с зубной пастой, просто потому что мне нравится потом аромат изо рта. Приятно. У этой щетки есть шесть разных насадок, поэтому вы спокойно можете подобрать вариант, подходящий именно вам. У меня, например, это щеточка для чувствительных зубов. Выглядит она вот таким вот образом. Если вы присмотритесь, то увидите, что есть щетинки, которые чуть меньше, и есть щетинки, которые чуть больше. То есть она такая двухуровневая. И это оказалось очень удобным в действии, потому что вот эти длинные щетины проникают очень глубоко между деснами и прочищают самые труднодоступные места. И при этом абсолютно нет кровоточивости десен, что у меня было раньше, когда я пользовалась мануальной щеткой обычной. С этой щеткой такой проблемы у меня нет теперь. Это первый плюс, который я нашла в данной щетке. Теперь давайте поговорим еще о других положительных моментах, которые я для себя обнаружила. Во-первых, зубы она чистит действительно хорошо. То есть налет счищает отлично, во все труднодоступные места попадает, все прекрасно. Я уже сказала, что я пользуюсь этой щеткой с зубной пастой, потому что мне так привычнее, мне так больше нравится. Вы можете использовать ее, как говорит производитель, без зубной пасты. Это тоже можно. Также у этой щетки мне нравится лаконичный дизайн. Посмотрите, она обычная. Она самая обычная, без каких-либо наклеек, опознавательных знаков. Она у меня розовый цвет, потому что это Вике прислали на самом деле щетку. Она была вот с этой насадкой, с детской. Но, кстати, по поводу Вики я тоже позже потом расскажу. Также плюсом для меня является то, что у этой щетки, опять-таки, я повторюсь, есть много разных насадок. То есть, каждый член семьи может подобрать себе просто вот такую вот отдельную насадочку, да, иметь просто дома вот такую вот одну щетку и каждому члену семьи вот такую насадку. Это просто отличный вариант. Я считаю, очень бюджетно получится, чем покупать каждому члену семьи электрическую щетку. Также мне понравилось то, что, несмотря на то, что это все-таки электрическая щетка, она имеет маленький вес. То есть, она не тяжелая абсолютно, потому что я держала в руках такие, знаете, настоящие электрические щетки, типа Oral-B как раз. Она очень была такая увесистая по сравнению вот с этой малюткой. Также мне очень понравилось, что у нее маленькая площадь вот этих вот самих щетинок. Мне это очень удобно. И теперь, когда я пользуюсь иногда обычной своей мануальной щеткой, я понимаю, что мне неприятно. Мне вот такой формат понравился гораздо больше. То есть, сейчас у меня рука тянется только к этой зубной щетке. Единственное, что я обнаружила из минусов, это, наверное, то, что она довольно, ну, вот так. Довольно сильно вибрирует. И как раз мы перешли к теме про детскую чистку зубов. Вике пока не зашла эта щетка. Она ее испугалась. И как только я достала вот эту вот ее маленькую насадку, вот, кстати, детская насадка, вот эта взрослая, да, что вы видели, вот. Она испугалась, потому что слишком сильная вибрация. Но я думаю, с возрастом это у нее пройдет. Вот, и мы все-таки начнем чистить зубки ей тоже вот этой звуковой щеточкой. Кстати, у кого-то в обзоре я слышала такую фразу, что тяжело ее включать одной рукой. Ничего подобного. Вот я щетку перевернула, включила. То есть, мне абсолютно не составило это никакого труда. Также перевернула, выключила. То есть, проблемы нет. И для меня это абсолютно никакой не минус. Все отлично включается. То есть, включение у нее вот такое вот. Что касается смены насадок, просто тянем вверх, надеваем другую насадку. Давайте наденем детскую. Все, детская насадка. И таким образом просто вся семья может по очереди чистить зубы. Теперь давайте покажу, как здесь меняется батарейка. Просто тянется вверх. И вот тут у нас доступ к батарейке. Это, кстати, тоже один из плюсов. Потому что все электрические зубные щетки, которые продаются у нас в магазинах, они аккумуляторные, как правило. То есть, аккумулятор нужно периодически заряжать. Здесь же все проще. Достал, батарейку вытащил, заменил. Даже если вы где-то в дороге и нет возможности зарядить щетку, тут ничего заряжать не надо. Просто можете с собой взять сменную батарейку и все отлично. В общем, подводя итоги, могу сказать, что щетка мне пока нравится по всем параметрам. Минусов я не нашла. Ну, за исключением того, что моя дочка испугалась вибрацию от этой щетки. Но это временно, я думаю. В общем, девчонки, надеюсь, была для вас полезной. Ссылочку на данный сайт я оставлю в описании под видео. Обязательно переходите, смотрите, пользуйтесь, изучайте. Если вдруг действительно щетка вам приглянулась и вы захотите ее приобрести, я вот могу вам ее посоветовать. Вот честно от души мой честный такой отзыв. Мы тут с мамой делаем домашний майонез. Смотрите, девочки, в контейнер значит мы кладем 4 желтка, 3 столовые ложки масла без запаха и выжимаем столовую ложку лимона и щепоточку соли. Сейчас все это будем взбивать. Еще можно добавлять горчицу, но мы решили сегодня сделать без нее. Ну что, вот смотрите, что у нас получилось. Такой желтенький майонез. На самом деле нам с мамой показалось, что он то ли слегка пересоленый, то ли как будто бы лимона много. Мы в тот раз делали с горчицей, вот такой вот. Хотим сейчас смешать вот этот и вот этот и посмотрим, что получится. В принципе, неплохо. Вот этот прям очень похож на майонез. А этот более такой лимонный получился. Вот сейчас смешаем и посмотрим, как получится по вкусу. Ну, в общем-то, вот теперь получилось прям самое то. Прям действительно похоже на майонез. Поэтому с горчицей лучше. Но если вы не любите горчицу, то можно не кладить. Я прямо в комментариях тогда оставлю вам рецепты на домашний майонез. Сами попробуйте, сделайте. Это намного полезнее, чем магазинный майонез. Викуш, ты на улице собираешься, что ли? А ты мамины кроссовки зачем достала? В них пойдешь? Давай. Деду. Это не деда, это мамина. Давай, вставай. Ой, какая ты красивая. Особенно как вот на ту ножку надел. Здорово. Красивая? Да? Нету? Нету? Не твой размерчик? Мама. Заботливый ребенок. Мама. Что такое? Это что? Что? Сок. Сок? Да. А ты что взяла в магазине? Сок. Сок. А что еще взяла? Вот это что у тебя в ручках? А это корм. Корм? Кому? Свету. Свету будешь корм покупать. Угу. Ну все, пойдемте. Единственный человек, который нашу кошку кормит, да? И любит. Все? Повезла. Надо было тебе маленькую тележку взять, Викуша. Коти нам идем, да? Потой. Потой. Викуш, так мы домой пошли уже. Все, надо было сразу ее брать. Флажок. Это флажок. Давай на место. На место поставь и домой пойдем. На место. Где взяла, туда и обратно откати. Где взяла? Ну я пошла домой. Ладно, пока, Викуша. Давай. 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 Вот для чего, на самом деле, нужны санки. Продукты возить тяжеленные. А Викуша и так хорошо ножками идется, да? Вернулись только что из магазина, значит взяли грибочки, шампиньоны, курочку, две пачки. Вот такой вот люблю в последнее время брать напиток от Агуши и Кули. Вода и сок. Фасоль, пекинская капуста, морковка, грудка куриная. Сейчас будем салат делать из фасоли, грудки и пекинской капусты. Покажу, как мы его делаем. В этот раз по обуви взяли вот такую цельную, просто крупа обычная, а не в пакетиках. Потому что в пакетиках не было. Будем пробовать просто вот такую. Взяла тесто бездрожевое, слоеное. Будем делать тоже скоро вкусняшку, как раз из грибочков, курочки и вот этого теста. Ну, сыр еще надо будет докупить просто. Так, еще у нас тут приправа для рыбы. Взяла все-таки вот эту вот подставку под горячий. Давные им, давно они уже появились. Я на них смотрела, смотрела. Сегодня по акции было всего за 59 рублей. Просто не смогла пройти мимо девочки. Ну, а это всякие девчачьи штучки. Вот, сейчас будем, короче, делать вместе с вами салат. Поделюсь рецептом. Это сёк, да, тебе. Тебе надо сёк? Сёк! Сёк! Будешь его? Да! Давай откроем. Сёк! Сёк! Какая тропыга. Ты куда торопишься, у тебя никто не отнимает. Вкусно. Давайте посмотрим состав. Виноградный сок, сок из черноплодной рябины, сок из шиповника, клубничный сок, сок из ежевики, вода. Вот. Объёмная доля сока не менее 40%. Мне кажется, нормальный состав. Ну, относительно сока, мне кажется, он менее вредный. И ещё у этого напитка удобная упаковка. То есть, если ребёнок не допил спокойно крышечкой, можно закрыть и убрать. Сейчас мы вместе с вами будем делать один из наших любимых салатов. Для этого нам понадобится куриная грудка копчёная, пекинская капуста, чесночок по вкусу. Если любите поострее, то можете побольше зубчиков положить. Если не любите, то поменьше. Также нам понадобится красная фасоль и сухарики. Сухарики любые, какие вы любите. У нас вот такие ржаные. Сейчас всё будем это резать, заправлять и будет очень-очень вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, девочки, вот такой вкусный пикантный салат у нас получился. Советую вам тоже обязательно его попробовать. Думаю, вам понравится. Девочки, помните, показывала вам, как-то покупала вот такие вот носки волосевые в Айкике. Они обалденные в плане дизайна, но они настолько оказались неудобными. Сейчас объясню, почему. У них вот эта резинка, она абсолютно не тянется. В общем, на ножки, вот здесь-то, конечно, когда смотришь, да, вроде как тянется. Но когда садится на ножку носочек. Вы тоже, давай покажем. Такое ощущение, что перетягивает. Мама. Да. Такое ощущение, что перетягивает. То есть они достаточно плотно сидят. Вот что с ними стало, кстати, после первой стирки. Сразу катушки. Вот. Так что имейте в виду. Но они классные, симпатичные. Мне так понравились вообще. Не знаю, что можно сделать с этой резиночкой. Может быть, ее как-то ослабить можно. Но она прям плотная. Я даже вот сейчас сделала. Хотя я не сказала бы, что у Айкуша какие-то пухленькие ножки. Обычные. Тем более, кстати, это размер не совсем ее. По-моему, это не 0,2 года. А 3,5, по-моему. Потому что были только такого размера. И то, представляете, перетягивают. Уж пятилетнему ребенку явно бы перетягивало. В общем, не знаю, что с ними делать. Надо как-то ослабить резинку и будем носить. Вот. Подумаю, в общем. Но имейте в виду. Просто решила с вами поделиться этой информацией. Вдруг кому будет полезно. В общем, нежданно-негаданно для нас мы сегодня забрели веселый дворик. Детский парк развлечений, который в сети-центре на третьем этаже находится. Вот. На самом деле пришли просто в книжный магазин. А потом Вику увидела здесь эту комнату. И вот захотела поиграть. А сейчас расскажу об условиях. Смотрите, стоимость посещения. Один сеанс 30 минут. Будний день 150 рублей. Праздничный выходной день 200 рублей. Еще, смотрите, есть вот такая вот информация. Каждый понедельник с 10 до 14 часов. 100 рублей в час. Скидка на посещение 60%. Вот. Так что имейте в виду, в понедельник ходить в веселый дворик очень даже выгодно получается. В общем, тут довольно неплохо. Достаточно много развлечений для детишек. Сейчас я прям покажу, покажу. Чтобы вы имели представление. Смотрите, есть даже вот такая вот зона. С таким песком. Но это не совсем песок. Как-то сейчас покажу. Вот такие вот камешки. Ну и всякие карусельки. Вот такие качели. Вот это основная зона. Горки, шарики. Юля. Батуты маленькие для детишек. И вот такой вот побольше батут есть. А дальше здесь уже вот такая вот зона для детишек помладше. Тут столик с кинетическим песком. Такая маленькая песочница. Машинки всякие маленькие. Миниатюрная горочка. Домики. Вот такой вот бассейн с шариками. И маленькая горка. Еще есть вот такая штука. И осьминожка. И вот в том вот мини-здании там всякие тоже лазилки из сеток. Какие-то лабиринты. Качели и прочее. Ну и еще выход есть вот на эту горку. Которая в основной в бассейн идет. Там нацепили вот такой браслетик красивый. Да, Викуша? Красивый браслетик тебе нацепили. Колобочки маленькие. Как думаете, куда пошла Вика? Ну, конечно же, на самое чистое место. Ладно, стирка нам сегодня. Не пойдешь? А ты говорит, как и не пойду? Молодец. Мама от стирки застраховала. Да. Со стороны посмотрим, да, полюбуемся и уйдем. Не хочешь ножки пальцев? Чистюля. Булатка на нас. Ого. Залезай давай. Ой, аккуратно. Как маленький малыш прыгает. Ну, Вика здесь побоялась где-то прыгать. Здравствуйте. Можно у вас мороженое заказать, девушка? Вот вам денежка. А, ты закрываешься? Вот вам денежка. Возьмите, пожалуйста, дайте мне мороженое. Мороженое, можно мне, пожалуйста? Нет у нас. У вас нет мороженого, да? Хорошо. А можно, пожалуйста, тогда пирожное? Вот вам денежка. Вот я кладу денежку. Мороженое или пирожное, что-нибудь есть у вас? Виктория больше всего заценила вот эту вот маленькую горку. Размывай. Та-дам! О-о-о-о, какая красота! Девушки пытаются выполнить миссию, которая просто невыполнимая. Вика вошла в роль модели. Ей все нравится. Пока там Викуша фотографирует, Юля. Времени зря не теряет. Она тут тоже башню строит вон. Большая девочка. Большая девочка, молодец! Давай, я тебя скачу. Садись. Так, поехали. Виктория. Теперь смотрите, вид сверху. Вот такие вот тут лабиринты всякие. Все в сетках, все безопасно, так что можно спокойно сюда ребенка одного отпускать. Вот так внизу, под сетками, вот такой вот улей. Викуша боится поедем ходить сеткам. Не бойся, Викуш, ты не упадешь. Что готовишь-то, Виколь? Все, поставила в микроволновку греться, да? Мне кажется, у тебя уже разогрелось. Доставай давай. Что это ты приготовила? А? Что приготовила? Макарошки? Нет? А что такое там у тебя? Деловая хозяйка. Сейчас посуду помоет и домой пойдем. На ужин у нас сегодня будет вот такая вот рыбка Хек. Здесь две штучки. Сейчас скажу, в чем она у нас мариновалась. Вот такие вот специи. Приправа для рыбы. Фирма Индана. Просто посыпали сверху этими специями. Выжали лимон. И в этом маринаде она у нас лежала в течение часа. Сейчас мы все это сложили в руках. И будем убирать духовочку. Потом покажу, что получилось. Кто это из ванны вышел? А? Это кто? Вика. Вика. Пойдем расчесываться? Нет. Нет? Ты лохматый что ли? Пойди вам. Пойдем. Сюда? Сюда? Сюда. Сюда. Ну что, сегодняшний день подошел к концу. Намылись, накупались, наигрались, наелись. И на этом будем заканчивать наш влог. Спасибо, что провели день с нами. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых видео. Скажи пока-пока, Викуль. Вика. У-у-у.